Пантеон Пантеон Великий, огромный, могучий пантеон, который заложен будет в 27 году до нашей эры. Огромная шарообразная постройка. Марк Испания Гриппа будет тем человеком, который заложил основы пантеона. Тогда он был еще квадратным. Чуть позже, уже в начале 2 века нашей эры, пантеон станет круглым. И тогда появится эта знаменитая надпись на фасаде. И Марк Агриппа, третий консул, сделал. Ну а уже в 7 веке пантеон, который будет действительно главным языческим храмом, храмом всех богов, станет храмом христианским. И до сих пор сегодня так при желании можно, например, здесь сыграть свадьбу с видом на очень скромную могилу Рафаэля. Мы в Риме, друзья, в самом центре города, в двух шагах от пантеона. Здесь же есть и чудесное место, которое называется Татца де Оро. Где подают, пожалуй, лучший в городе кофе. Вот в таких фирменных кружечках, вот с такой вот симпатичной девушкой, которая что-то там делает с кофейными зернами. То ли рассыпает их, то ли вот-вот собирается заваривать. Это лучший кофе в Риме, а значит в Италии, а значит в мире. Почему итальянский кофе лучше на планете? Ответа на этот вопрос у меня нет. Но это действительно так. И если будете здесь, то настоящий эспрессо за целых 90 евроцентов. Вы обязаны себе позволить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!